Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Телефон прямого эфира – 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не умею высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radio.nc.com, на нашей страничке в Facebook и на нашем канале в YouTube. Кстати, смотрите нас. Не забудьте кликнуть кнопочку «Сабскрайб». Давай немножко поговорим на эту тему, потому что есть хорошие новости, но они же без плохих не бывают. Поэтому, хорошая новость в том, дорогие друзья. Во-первых, всем добрый день. Всех поздравляю ещё раз уже с наступившим днём рождения нашей страны. Надеюсь, все хорошо отдохнули, провели время и получили удовольствие от общения с семьёй. Ну, а теперь немножко о нашем канале YouTube. Значит, мы только что, вот буквально сегодня утром получили детальный анализ, статистику того, что происходит с нашим каналом YouTube. Так вот, дорогие друзья, за то время, что мы занялись его раскруткой, у нас появилось 9918 слушателей, которые нас слушают, постоянных, которые слушают, заходят и так далее. Но, это хорошая новость. Плохая новость в том, что из 9, из этого количества, почти 10 тысяч, записавшихся всего-навсего 45%, из них 51%, это люди, которые с удовольствием заходят на наш канал, они слушают, но не подписываются. Так вот, что я и вот Серёжа, все мы здесь хотели сказать, дорогие друзья, подписка на YouTube канал абсолютно бесплатна. Она вам ничего не стоит, она никак не реагирует и не влияет на ваше здоровье и состояние. Но, почему это нам так важно? Потому что, те люди, которые подписываются, вы автоматом получаете все наши новые программы. Вот как только программа попадает к нам на YouTube канал, ну вот допустим, сейчас у нас прямой эфир, потом через какое-то время эта программа попадет для вашего удовольствия просмотра на YouTube канал. Так вот, очень многие люди нам звонят и говорят, ребята, когда выйдет вот эта программа, когда выйдет вот эта программа, а где можно найти вот программу с прошлой среды? Так вот, дорогие друзья, все те, которые подписываются на наш канал, вы будете автоматом получать сообщения от YouTube о том, что у нас на канале появились обновления. И тогда вы сможете абсолютно спокойно никого не переспрашивая, не пытаясь ломать себе голову, где это и что это. Вот вы спокойно получили сообщение YouTube канал, что допустим, радио NVC появилась новая программа. Вы сразу на этот линк нажимаете и вас прямо берут вот в эту новую программу, которая вышла. Поэтому, дорогие друзья, действительно, подписывайтесь, потому что, во-первых, это нужно нам. А нам это нужно для того, чтобы мы видели вот в реальности, насколько популярно или не популярно, насколько у нас проходит наш вот этот YouTube канал. Ну, а для вас, еще раз, единственные, одни плюсы. Во-первых, вы получаете сразу сообщение о том, что вышли новые программы. И, во-вторых, вы получаете вот эти линки, сброски, сноски. Вместо того, чтобы искать и пытаться это все найти, вы прямо нажимаете на эту сносочку и вас тут же берут в эту программу. Поэтому, будьте добры, дорогие наши, мы знаем, что вы нас смотрите. У нас эта статистика есть. Спасибо вам огромное за это. Но, все-таки, если у вас появится такая возможность, выйдите на наш канал. Просто нажмите, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопочку subscribe. Это нужно сделать всего один раз. Ну, и кроме того, как Сережа говорит, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Вот сделайте нам приятное. И еще, я еще раз хочу напомнить, я уже говорил в среду об этом. Если кто-то из вас знает или кто-то, может быть, сам является сертифицированным тренером по плаванию, вот в Sky Fitness был тренером, я водил туда малого. Там у нас была замечательная девушка, которая его тренировала, и он с удовольствием это делает. Сейчас тренера нет. Так вот, если кто-то знает, может быть, а кто-то имеет сертификат тренера, вы там можете устроиться на работу, на парт-тайм. Ну, там гибкий график, очень, в зависимости от того, как группа подберете, как найдете, так сказать, студентов. Ну, в общем, позвоните к нам в редакцию, если кто-то знает. Вот уже звонок, наверное, звонок. Да нет, думаю, что нет. Добрый день. Алло. Добрый день, ребята. Я очень рад, что вы это сейчас, собственно, делили, вводите. А что делать, у которых нет интернета, и у них нет ничего абсолютно, у них только телефон и радио. Ну, вы знаете... Как нам к вам попасть, мы не можем, мы не можем оформить. Я, например, мне 81 год. Как я могу это все оформить, все купить и продать? Я уже 17 лет, я уже на пенсии. Слава богу, вы можете... Это все хорошо, только за те, у кого имеете компьютер, у кого имеете лэптап, это все, что необходимо. Послушайте, у вас есть... У вас есть уникальная возможность. Через месяц они мне всунули 40 долларов. Я сми ругался, дрался и взял и отключил. Мы поняли ваши проблемы, а вы знаете, у вас есть телефон... Да, понятно, ребята, слушайте. Я вас очень слушаю и люблю вас. Вы уже много лет, Сережа. Замечательно. И продолжайте нас слушать. А, подожди, минуточку. На последнее выступление, это стерва, извините, что я так говорю, другого слова мне нет. Давайте я как раз по этому поводу пару слов скажу. Руки дрожали. Давайте я пару слов. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все, что в сутки, все каналы, все об этом и то есть, звездят и звездят. Да, вы правы. Правы. Спасибо огромное. Главное, будьте здоровы, будьте здоровы. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Ну, вам повезло, вы можете слушать нас, просто включив радиоприемник, а там многотысячная аудитория, которая находится за пределами не только нашего штата, но за пределами нашей страны, нашего континента, они имеют возможность слушать и смотреть с помощью YouTube, с помощью интернета. Это к ним относится то, о чем мы говорим. Кстати, еще один маленький кусочек статистики, просто для вашего, как говорится, общего образования. Так вот, нас слушают, вот прямо по именам, как говорится, нас слушают, конечно же, в основном Америка, но также нас слушает Россия, Украина, Израиль, Германия и Канада и я знаю, что я забыл еще одну страну. Это не называешь, потому что в некоторых странах есть вообще в каких-то таких уникальных странах, я бы сказал. Ну да. Есть один, два, три слушательства. Типа племя и туба юга. Ну, в общем, короче, дорогие друзья, просто, чтобы вы поняли, когда мы делаем объявление, это касается всех, включая наших радиослушателей в Чикаго, но еще также это касается всех тех, которые нас слушают за пределами нашей страны. Поэтому спасибо вам. Радиослушатель, который сейчас возмущался, то, очевидно, он имел в виду программу, которая проходила в пятницу, Леон Вайнштейн, Юлия Бигбова. И, кстати, Юлия Бигбова сказал, что вот бывший прокурор Нюрнбергского процесса тоже сравнил вот эти лагеря концентрационные с детеншн-центр, который на границе. А вот холокост-сурвайвер, человек, который прошел через холокост, зовут его Эдвард Мозберг, он требует удалить Акасио-Кортес из Конгресса. Человек, который прошел через эти лагеря, который знает не понаслышке. И, кстати, прокурор, который сидел там, так сказать, он не был в этом лагере, он не знает, что из себя представляет этот лагерь. Он мог, так сказать, сослов чьих-то, а этот человек сидел в этих лагерях, и вот он говорит, что Акасио-Кортес, которая сравнила детеншн-центры с концентрационными лагерями, должна просто быть выгнана, изгнана из Конгресса. Понимаешь, вот эта вот дебилина, клянусь, просто чистая дебилина. Она не понимает одного, она может ляпать языком, о чем она хочет, но умалять вот этот весь ужас того, что происходило в лагерях смерти, сравнивая наши детеншн-центры с ними, понимаешь, она даже не понимает своей тупой головой, насколько она нивелирует вот это значение слова «лагерь смерти» или «концлагерь». То, о чем я говорил, что подрастающее поколение, которое сейчас подрастает, будет полагать, что самое большое несчастье в концлагерях того времени было отсутствие зубных щеток. И дайперсов. Да, и дайперсов. Вот примерно такое впечатление у них будет. Не зря же, там, по-моему, 40% понятия зеленого не имеют о том, что такое холокост. Ну, потому что их особенно не пытаются научить, вот что самое страшное. Зато их пытаются научить тому, что социализм – это здорово, поэтому более 40% населения. И то, что в 6 лет уже нужно знать разницу между транссексуалом и бисексуалом, вот Олежка хоть знает разницу, хочет сказать. Мне бы очень хотелось бы свести Биг Боу не с Вайнштейном, а вот с этим человеком, чтобы она ему в глаза посмотрела и сказала бы, вот то, что она говорила, да, эти концлагеря, они вот такие же, как и вот то, что происходит сейчас на этих границах. Это те лагеря, кстати, те клетки, которые были построены при Обаме, значит, недавно была статистика, сколько было попыток изнасилования и изнасилования. И клюют Трампа, вообще даже не понимая и не зная о том, что эти клеймы, эти запросы начали поступать в 2014 году при Обаме. И фотографии, которые обошли весь интернет, были сделаны как раз при Обаме, в клетках. И вот то, о чем ты сейчас сказал, в свое время, когда детей не отделяли от родителей, а от взрослых, там действительно были вот эти изнасилования и все, что хочешь. А почему они происходили? Ну почему они происходили? Потому что им дали возможность перейти вот эту вот границу, которую госпожа Биг Боу говорит, это не уголовное нарушение. Давай, знаешь, о чем я хотел? Помнишь, такая Лора Логан была, журналист, который изнасиловали там в Египте, по-моему, а вот она провела расследование и говорит, что она подтверждает, что детей арендует для фальшивых этих семей, якобы, причем картели занимаются этим. Их арендует, сдают в Рен, переходит через границу, выпускает из этих детеншн-центр, и они их снова возвращают и снова передают другим. И ни одна либеральная об этом не говорит, зато вышел у шлепок Недлер и заявил о том, что необходимо руководителя Айс судить за то, что они нарушают права человека. Эти факты давно знаем, эти факты мы читали, мы читали, но подавляющее большинство, которые смотрят CNN и другие каналы левые, они-то это не говорят по радио, по телевидению, поэтому основная масса не слышит это и не хочет вот копнуть немножко вот глубже и найти таки правду. Послушайте, копайте, у нас еще есть, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не хотела бы называть даже имя этой дамы, чтобы не делать ей рекламу. А она же честно выступала по радио. Она очень нечестно выступала. Очень нечестно и брала почти что на каждом слове. Она заявила, что эти люди, которые идут с южной границы, не могут быть ее клиентами. И в то же время она говорит, она слышала их показания, то есть она с ними общалась. Понимаете? А раз она с ними общалась, то очень прекрасно, через переводчика они могут быть ее клиентами. Вот, это первое. А второе, наглым образом она заявляет, что те, которые едут с Украины и походят через этот кошмар Донбасса, они врут. Каждые 9 из 10 врут. А эти, прямо, ну, все 100% говорят чистую правду. Она была в Южной Америке, и она это все поверила. Это, ну, настолько возмутительно, что просто сил не хватает это слушать. Единственная просьба, пожалуйста, больше ее не приглашать. Спасибо большое. Спасибо. Вообще, не она одна заявляет, что они не являются их клиентами, но иногда встречается объявление, требуется, там, скажем, паралегал, говорящий на испанском языке. Для кого это? Для беженцев с Украины, что ли? Возникает вопрос. Вообще удивительная вещь. Ты понимаешь, насчет базы, вот то, о чем говорили, что вот не всех копают глубже. Ты понимаешь, есть люди, которых копать глубже просто не интересует, не потому что они могут или не могут. Есть люди, которых вполне устраивает канал CNN. Я только это имел в виду. И они не потому, что они не копают глубже, а им не нужно, им нравится это. Вот, вот, вот. Они не хотят, они убеждены, они знают, что Трамп, сволочь, самый негодяй из всех негодяев, которые только могут жить на белом свете. Все, что он делает и говорит, он все врет или делает в собственных интересах. И вот об этом им рассказывает CNN и ПМС, НБС. Да, ПМС, да, НБС. И плюс Вашингтон Кампост и плюс Нью-Йорк Таймс. Их это вполне устраивает. Они чувствуют себя комфортно, это льет им бальзам на душу. Потому что все вранье, которое идет с этих каналов, их устраивает. Они прям подтверждают их правоту, как бы легитимизируют их ненависть к Трампу. Вот они его не зря. Ты такие слова знаешь, я их даже не выговорил, а он их просто шмеляет. Они не зря, они не зря как бы его ненавидят. Вот, вот подтверждение тому. Ну вот СМИ, например, они же, у них не то, что нежелание не видеть вот рациональное озерно и здравый смысл, который доминирует во всех действиях президента. Они говорят, то, что им сказали, им платят за это, они и говорят. Ты знаешь, что, я хочу сказать, что встречается. Есть интересная тенденция, она вот интересна. Во-первых, у них там родственные связи все. Ты полностью видел эту таблицу с администрацией Обамы, родственники работают продюсерами и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь проблема не только в этом. Дело в том, что значительная часть из них прошли университеты, марксистские университеты. И у них настолько промытые мозги, они искренне в это верят. И все, что не устраивает, все, что не укладывается в их нейротип, для них это враждебная территория. Поэтому многие из них искренне так думают. Это ты говоришь о новом поколении молодежи, которая в МИДИ сейчас вошла. Не важно, даже предыдущая поколения. А ты посмотри, а вся МИДИ, подожди, до Рейгана вся МИДИ была на левой стороне. Не было ни одного канала, не было ни одного радио. Но не было вот таких вот левых, ультралевых. Были демократы. Нет, мы об этом не знали. И у них было немножко... Мы об этом не знали, потому что была... Кранкай, помнишь? Волтер Кранкай, да. Мы думали, что это был просто икона. Волтер Кранкай. Дальше был Дэн Райдер. Мы можем говорить о том, что такого не было, потому что, ты помнишь, 30-40 лет назад никто даже не зерекался о бесплатном образовании, о бесплатной медицине и свои проблемы. Просто не с чем было сравнивать, поэтому как бы и считалось, что это нормально. Дело в том, что СМИ сделали такой шаг влево, как никогда. Они всегда были на стороне демократов. Они всегда были левыми. Но такой, как таким левыми, как они сейчас, у нас звонок. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. А я снова, Сережа, Толе. Я получил вчера, позвонил в Калифорнию, у меня там сестра находится. Она раньше, полгода назад, они все орали, кричали, демократы, демократы. Я представление не имею, она говорит, все испанцы, белые, кто угодно, они уже за Трампа, они против этой обманщенной группы этих демократов. Они все понимают, они врут. Испанцы говорят, они же придут из Саус-Америки и заберут работу. Мы же остаемся безработные. Они же ненормальные все. Весь Дорозовин, говорит, поднялся сейчас. И против, высыпает против всей демократической партии. Так что это хороший нюс. Она раньше этого никогда не была. Это очень хороший нюс. И дай бог, что это будет происходить и продолжать происходить. Но ты знаешь, новая тенденция? Новая тенденция в том, что сейчас вот интересно. Это уже не только Раш Лэнбо и не только Марк Ливен говорит. Это уже говорят такие, как вот Хеннеди. То есть уже немножко более такие. Они считают, что сегодня МИДи командует направлением демпартии. Не наоборот. То есть не собака виляет хвостом, а уже хвост виляет собакой. И я тебе скажу, это еще страшнее. Потому что если демпартия это выборные позиции, то есть я имею ввиду вот конгрессмены, сенаторы, представители, то МИДи их никто не выбирает. Они там существуют и будут существовать. Поэтому это действительно очень страшная тенденция. Если это будет правда, если МИДи будет диктовать направление, в котором должны двигаться, это будет серьезная вещь. Слышите, значит, 14-летний подросток из Израиля. Вот он говорит, что два дня назад была демонстрация эфиопов, которая спонсировалась марксистами. Я об этом вскользь говорил. Это те же левые силы. Это тот же Цорос, который финансирует здесь Антифу, там финансируют эфиопов. Там барак закрутил. Барак собирается принимать участие в избирательной кампании. Ну и вся эта левая дребедень накручивает эфиопов. Застрелили молодого эфиопца, на которого заведено 14 уголовных дел, которому вообще нужно пожизненно в тюрьме сидеть, чтобы остаться в живых, который напал на полицейского. Причем полицейский не специально. Полицейский гулял с семьей. На детской площадке начиналась, затеялась какая-то драка среди этих эфиопцев, мягко говоря. Он представился, что он полицейский, хотел их разнять. Они, узнав, что он полицейский, начали кидать в него камнями. Толпа озверела. Чтобы остановить их, полицейский выстрелил в асфальт перед ними. Пуля отрикошетила, попала этому уголовнику в грудь. Он сдох. Он сдох. И теперь полицейского доставили в госпиталь, потому что ранение получил. И вся эта черная толпа этих выходцев из эфиопии, которых в свое время, опять же, левачье завозило оттуда, которые сидят на шее у работающих израильтян массово, так же, как Антифа гребанная здесь, так и там. А процессы происходят параллельно. Тут разыгрывается эта карта, там разыгрывается эта карта. Одни и те же лево-радикальные силы за этим стоят. Да. Ну, давай, может быть, немножко поговорим о хороших новостях. Давай, только вот уже после перерыва. Ну, давай. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Вот сейчас смотрю на Фейсбуке. Наша Номка сделала пост. Сергей Гранкин, репортер Девятого канала, израильского, делает репортаж, а сзади, за спиной, эти эфиопцы кривляются, толкаются. Подошел один жлоб, там, в два раза выше Гранкина, и тычет ему микрофон, пытается влезть в кадр. Ну, поведение, конечно. Картина очень такая нерадующая, не радует глаз. Я смотрел на этого Гранкина, насколько у него нервы железные, насколько он профессионально ведет репортаж, не реагируя на все вот это. Потому что, в принципе, нормальный человек уже развернулся. Не знаю, уже дал бы по-моему. Они такое творят, они прыгают, они перед ним стоят, закрывают перед камерой, они в лицо тычут ему пальцы. Ну, действительно, что обезьяны, животные так не ведут. Вообще, представляешь, насколько вот должно быть вот это IQ, насколько низкое, чтобы человек даже вообще не понимал, ну, я даже не знаю, как сказать. Ни мозгов, ни воспитания, ни ума, ничего нету в этих людях. И вот эти люди, кстати, к нам тоже въезжают. Вот это вот наше будущее, наша страна, в которую могут превратить демократы ее, к сожалению. Кстати, ты говорил насчет Антифы, опять Портленд отличился, опять вот эти вот, в кавычках, мирные выступления были. Значит, их было там несколько тысяч человек, они оккупировали центральные улицы города. И вот эти вот мирные выступления, когда они забрасывали камнями витрины и бутылки. Кстати, они взяли пример из Англии. Там же очень любят бросать эти коктейли Молотова. Подожди, еще придет время, когда они будут жечь все подряд. И это называется мирное выступление, мирные протесты. Они сбили этого журналиста. Журналиста, да, конечно. Это ужас был какой-то. Ну, слушай, по традиции, у них же традиция устраивать нападки на присутствующих на демонстрации журналистов. Его зовут Энри Лго как-то, да. Что он, по-моему, даже глаза лишился, да, или что-то такое. Не лишил самоглаза, но говорят, что у него крови, кровоизлияние в голове. Ему разбили голову, а, ему разбили голову с бутылкой с цементом, представляешь? То есть это люди не идут, там уже, вот что-то у них такое клыкнуло. И они, знаешь, хватают вот, что под руку попалось. Они готовятся, они идут с холодным оружием. А что бутылка с цементом, это не холодное оружие? Поэтому эти ублюдки на СНН и ПМС НБС говорят, что они действуют в рамках самозащиты. Они действуют в рамках самозащиты. То есть они оправдывают действия этих уродов, самых настоящих уродов. Ты вспомни Берклэй, когда происходили столкновения два года назад с Антифой. И, между прочим, вот эта тема насилия, она постоянно проследует американскую политику вот со времен победы Трампа. С первого дня. С первого дня. С первого дня. Давай, прием, звонок. Здравствуйте, у нас слушают. Добрый день. Добрый. А как же все-таки насчет хороших новостей? Этифирное время уходит, уходит, просто улетает. Спасибо. Спасибо. Хорошие новости. Ну, расскажи, вот, допустим, о количестве рабочих мест. Вот, да, вот поступил отчет от Департамента труда. За июнь месяц количество рабочих мест возросло на 224 тысячи. Дорогие друзья, это при том, что в самых лучших ожиданиях, ну, надеялись, может быть, где-то тысяч на 160. Ну, в крайнем случае, в смысле, в худшем случае, где-то тысяч на 100. А рапорт пришел 224 тысячи. И теперь я хочу сказать, почему это все-таки хорошие новости, действительно. Хотя, кстати, вы будете слышать, и вам, ну, вот, левые демократы и со всех страниц газет вам будут кричать, что безработица пошла вверх на одну десятую процента. То есть, была 3,6, сейчас она 3,7. И вот как же это сопоставить с теми количеством рабочих мест, которые были произведены? Вот, представьте, такую вещь. Значит, ну, вот, будем говорить так, зрители, да, стоят и наблюдают со стороны, что же будет происходить с рабочими местами. Ну, может быть, пойти на работу, а может, лучше остаться вот на Велфере, на субсидиях. Все-таки там и медикейт бесплатный, и вроде бы и пособие такое, ну, нормальное, приемлемое. И когда постепенно они видят, что их соседи, их друзья, их родственники постепенно находят работы, вот эти люди, которые стояли до сих пор как бы в стороне, они начинают регистрироваться. Регистрироваться на рынке труда. Так вот, почему безработица идет вот так? То она идет вверх, то она идет вниз. Потому что, когда люди видят, что такое количество рабочих мест создается, они тут же бегут и начинают регистрироваться в поисках работы. Сама по себе безработица идет, получается, вроде бы как вверх, но при этом количество рабочих мест создается такое, что, в принципе, все, кто хотят работать, могут абсолютно спокойно найти себе сегодня работу. Причем, даже вот при том, что это 3,6 или 3,7, по статистике американской экономики, это считается абсолютная работа устроиваемость. То есть, люди, которые хотят работать, они все работают. Плюс у нас сегодня, если я не ошибаюсь, около 4 миллионов рабочих мест, которые превышают количество людей, ищущих работу. Теперь, почему, опять же, почему это хорошая новость? Потому что, когда создаются рабочие места, это в экономике, это значит две вещи. Во-первых, кто-то начинает что-то больше производить. А раз это рабочие места внутри страны, это значит, что вот те компании внутри страны, которые раньше стояли, как бы, вообще в стороне от экономики, они сегодня в полном, в бурном таком составе участвуют в создании рабочих мест, в производстве, в строительстве. Кстати, самое большое количество рабочих мест было создано в строительстве в июне месяца. Следующее после этого, почти 35% из 224 тысячи, то есть это почти 70 тысяч рабочих мест, было создано только в производстве. То есть, компании производят, им для этого нужны рабочие руки. А раз такое количество рабочих мест, которое превышает количество ищущих работу, вот тут называется supply and demand. То есть, чем выше demand и чем меньше supply, тем выше рабочие зарплаты. Понимаете? А раз чем выше рабочие зарплаты, это значит то, что люди могут тратить больше в стране, то есть в страну, то есть в казну попадает большее количество налогов, и страна становится богаче. Кроме того, не забывай, если компания выпускает больше, продает на большую сумму, то у нее есть деньги, чтобы инвестировать в себя, развивая технологии, покупая более новое оборудование, которое более эффективно, и тем самым создавая еще большее количество рабочих мест. Добрый день, вы в эфире. Добрый день еще раз. Да, действительно, хорошая новость. А скажите, пожалуйста, нет ли таких хороших новостей по поводу расследования расследователей? Я имею в виду генерального прокурора и всему команду. Есть там какое-нибудь движение? Вы знаете, пока что движения нет. Это связано с тремя такими вещами, как первое, это то, что была подготовка к 4 июля. Второе, это то, что они действительно до сих пор занимаются своими делами. Значит, сейчас генеральный прокурор, причем он молодец, он умница, он никого не торопит. Он не делает, не повторяет ту же ошибку, которую повторяли демократы в отношении Мюллера. Почему? Они его постоянно торопили. Давай, давай, давай быстрее. Им нужно было постоянная подпитка к их вот этим негативным новостям, негативным оценкам и так далее. Генеральный прокурор БАР, он никого никуда не торопит. Он наоборот, никаких нет. Видите, вот вы сами чувствуете, что никаких утечек нет. От того, что нет утечек, создается впечатление, что, ну, наверное, все, оно затихло и никто ничего не делает. Нет, просто нет утечек. Они ждут сегодня вот этих двух репортов. Один от Горовца, второй от Кьюбера. Ну, от Кьюбера уже, по-моему, все потеряли надежду что-то получить, потому что его тогда назначил Сэшенс. Это было сделано для того, чтобы как-то немножко успокоить массы. То есть этот Кьюбер, в принципе, ничем не занимается, я так понимаю. Но Горовец и вот сегодня Дурам, ну, это ребята, которые... То есть раскрутка идет. Мы каждый раз получаем такую маленькую дозу того, о чем сейчас идет разговор. Поэтому будем ждать. Спасибо. Будем ждать и надеяться. Да, спасибо вам. Добрый день. Вы в эфире. Анатолий, добрый день, Дин Роузен. Добрый день. Привет, Дин. Анатолий, вы знаете, давайте вернемся к экономике. Это очень классные новости, что экономика кипит. Так. Вы понимаете, в чем дело? Не хватает квалифицированных рабочих рук. Согласен. Не хватает. Вот, например, я открывал свой бизнес в 2003 году. Я был самый первый, кто открыл лазерную сварку в Чикаго. Этлэс. Так. Потом появилась куча конкурентов. Они все разбежались. То ли от незнания, то ли от неумения. Осталась фактически одна моя компания и люди, с которыми я работаю. И вот нет людей, которые бы это умели делать. Вы понимаете? Да, да. И это не только. Мы имеем дело с tool size and mold. Да. И не только это у меня. А это даже у тех CNC, machine operators, не хватает. Да, да. Тулы, да и мелькерс не хватает. Где их брать? Вы понимаете? Когда никто этого не воспитывает и не делает. Я вам больше скажу, Дин, самое интересное то, что вот буквально недавно вышла оценка работы именно сварщиков. Значит, электросварщиков, да. Говорят, что на сегодняшний день квалифицированный сварщик с опытом 7 лет зарабатывает до 100 тысяч в год. Теперь у меня вопрос. Какого черта родители прут своих детей в колледж на какую-то абсолютно никчемную профессию, типа там... Gender study. Ну да, gender study или liberal arts, когда можно отдать... Это же уже не та сварка, это уже не та работа. Дайте им возможность заработать. Дайте им возможность. То же самое с CNC operators. У меня покойный папа мой был, tool and die maker, 40 с чем-то лет. Кошмар. Была единственная компания, которая готовила CNC operators, не буду называть название. Но и сейчас ее не слышно. Дин, я хочу вам задать вопрос. Вот как специалисту по этой сварке, причем, как вы говорите, единственную в Чикаго. А почему бы вам не открыть школу по обучению специалиста? Вот Толик с ним... Сейчас, сейчас, одну секунду. Мы умирать скоро, мне 70 лет. Жена моя retires August 1st. И мы тут не останемся, вы понимаете, мы уедем. Я же не могу работать до конца своей жизни. Просто вопрос, почему возник. Вот у меня сын учится в колледже, и вот мы с ним постоянно дискутируем. Я понимаю, что человек хочет стать врачом, и он должен идти в колледж, но есть столько специальностей, которые могут эти люди получить, которые хотят получить эту специальность, получить прямо на производстве. Аккаунтинг, вот, например, может быть, специалист по сварке. И не нужно тратить сумасшедшие деньги в эти колледжи, где действительно вас не учат специальности, где приходит преподаватель, как мой сын говорит, и говорит, откройте книгу на странице такой-то, читайте до такой-то страницы, сидит на телефоне и играет в игры. Или их там промывают мозги какими-то непонятными политическими действиями. То есть, действительно, может быть... Вы понимаете, это все было, было и было во всех штатах, и в соседних штатах, и в наших штатах. Были изумительные школы, которые людей учили. Это было не так давно, это было лет 25 назад. Да, да. И ничего сейчас этого нет. Вот что у меня... Ты помнишь эти школы программистов? Я уже скажу, знаете что, одну секунду. Вот я вам простой пример дам. У меня в гараже стоит тулбакс. Метр восемьдесят высотой, два метра шириной и полметра толщиной. И там набиты инструментов, которые ты накопил за 40 лет, ну, как минимум тысяч тридцать пять. И дорогой, изумительный инструмент. И кого бы я не попросил, ребята, я ретайер, мне скоро... Я вам просто так отдам, заберите. Нету никого. Потому что не знают, как пользоваться им. Сын надо мной посмеялся. Говорит, зачем оно мне надо? Понимаете, некому дать. Да. Ты помнишь школы программирования, куда шли очень много русскоязычных жителей Чикаго, и включая меня, и за полгода мы получали специальность, которую другие получают за 3-4 года в колледже. И ничем не хуже. Ну, была такая школа, я не знаю, она сейчас есть или нет. Я вас хочу немножко поправить. Вы знаете, это была узкая такая специализация, которая тогда нужна была на данный момент. Полгода они ничего абсолютно не стоят и не значат с тем парнем, который, или девушкой, которые проучились 4 года и знают это досконально. Да, да. Сейчас они все не удел. Была когда-то компания, называлась... Абсолютно не согласен, и абсолютно буду с вами спорить, все те, которые закончили эти курсы, все они работают до сих пор, у них хорошие работы, хорошие зарплаты, и они овладели знаниями не хуже, чем те, которые 4 года сидят в колледже. Потому что не забывайте, что 4 года в колледже, что полгода в школе проходит 2 года, и выходит не полгода, не полгода, не 2 года, а чуть ли не каждый месяц выходит что-то новое, и этим людям нужно постоянно учиться. Поэтому эти 6-месячные курсы, это была очень хорошая идея. Это было как интродактори, будем говорить так. Нет, это не было как интродактори. Я закончил. Давайте вернемся. Знаете, что меня очень беспокоит? Да, да, конечно. Трамп сильно воюет с ними, со всеми этими тварями, извините за выражение. Но вот если его не будет и придет этот демократ, ничего этого не будет, никаких школ, ничего не будет. Конечно, не будет. У нас будут какие-то социологи, которые, как вы говорите, которые нахрен никому не нужны, или там еще что-то. Конечно. Вы понимаете, и страна будет потихоньку умирать. Да, да. Поэтому надо держаться. И, кстати, вы должны мне пообещать, я не знаю, когда вы собираетесь валить из этого штата, но вы должны пообещать, что даже свалив из штата, вы будете продолжать звонить, и будем вести нормальную беседу. С вами я всегда буду вести нормальную беседу. Спасибо. Давайте, 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 давайте. Дин, ну вот на этом надо было остановиться. Не надо. Все, спасибо вам, Дин. Будьте здоровы, хороших выходных. Спасибо. Замечательно. Да. Замечательно поговорить. Нормально. Замечательно поговорить. По поводу школ. Подожди, давай, мы уже там. А, ну хорошо, давай, потом еще на положительную тему поговорим. Нас люди прожат. Конечно, на MSNBC все время выступает Эрик Дайсон, профессор такой. Эрик Дайсон. Седой, высокий, пожилой. Такой полуафроамериканец такой. Короткий, черный, толстый. Да, который сравнил флаг Бетси Росс со свастикой с немецкой. А, да. Ну, и что же вы хотите? Поэтому я не удивляюсь, что такое количество полезных идиотов с высшим образованием, каким бы оно ни было, юридическим, экономическим или джендерстай. Вот такое, потому что профессора такие. Такие профессора. Добрый день, вы учили. Алло, добрый день. Добрый. У меня вот такой к вам комментарий. Вот пока не прудут право радикальные военная диктатура во всех странах, в Израиле, в Америке, уничтожат всю эту левую мразь, никакого толка не будет, что бы вы ни говорили. Да. Да, радикальные меры всегда были очень эффективными. Другой вопрос, знаете, как говорят, лес рубит щепки или так, к сожалению, этих щепок будет очень много, но... Да. Разве нас история не учит? Возьмите Советский Союз 30-х годов. Пришли к власти радикалы. Ну, еще радикальнее, чем вот те, которых мы... которых вы хотите уничтожить. Пришли к власти радикалы и ради светлого будущего... Уничтожили свои... Уничтожили миллионы и миллионы и миллионы людей. Я не думаю, что это хороший путь. Это при том, что светлое будущее так и не наступило. Не наступило. Между прочим, ты видел вчера эту толпу у Белого дома, которая скандировала, что America was never great ever. Помнишь? Мне нравятся лица этих людей, которые говорили о их происхождении. То есть это Филиппины... Ну, окей. Почему они приехали сюда? Какого черта вы приехали? Ну, они приехали. Они не приехали. Они здесь жили. Почему они доживали приехать? А почему? Какая разница? Жили, не жили. Ну, они здесь жили. Хорошо. Если они... Если они... Можно я закончу, Толик? Если они приехали, значит, какого черта они приехали? Если, как ты говоришь, они жили, какого черта? Они живут, пусть они уезжают. Они не хотят, они считают, что это их страна. Они хотят жить своей жизнью. Но проблема в том, что если бы эти люди думали своими мозгами, это было бы одно. А когда они повторяют, когда вот такие политики, как Будычич, такие политики, как Кори Букер, когда они выступают и говорят им, что эта страна никогда не была хорошей, эта страна никогда... И вот за ними, повторяю, за политиками, не те люди, которые демонстрируют, а те люди, которые их учат. Так не просто учат, эти же люди их и вывели на эту улицу. Они что, сами туда пришли просто так? Так вот, я тебе... Правильно так, я тебе об этом говорю. Я тоже об этом говорю. Дело в том, что они не живут своими мозгами. Да, но среди тех, которые там были, еще и те, которые приехали в страну, которая была плохой. Если те, которые здесь жили, ладно. Как ты говоришь, там нет мозгов. А нет людей, которые приехали в эту страну и живут плохо? Ты хочешь со мной сейчас спорить? Конечно. Почему нет? Давай сейчас поспорим потом. Ты не можешь со мной спорить? Потому что у меня своя точка зрения на это. Какая разница? Нет, я тебя спрашиваю, я тебя задаю вопрос. А если приехал человек в эту страну, и он не устроил, он не получил ту работу, которую хотел, он не заработал те деньги, которые он хотел, он не смог купить себе дом. Вот он и вышел на эту площадь. Вот и все. Под толчками вот тех, которые туда толкают, и которые спонсируют их. Ну, окей, я понимаю. Замечательно. Так в чем твои несогласия, я так и не понял. Не, не несогласия, я терю, что для этого не нужно приезжать откуда-то. Конечно, можно жить и быть таким же неудачником. И так же ненавидеть эту страну. Конечно, естественно. И даже будучи удачливым. Так я же об этом не говорю. И даже сделавшим карьеру, можно по-прежнему ненавидеть эту страну. Говорить, что она самая плохая, что она основана на расовой несправедливости и так далее. И это говорит чернокожий сенатор Соединенных Штатов. Который родился с серебряной ложкой во рту. Сделаем перерыв, после чего мы все продолжим. Вновь в эфире Народная трибуна. Олег Патлов хотел рассказать нам, что это положительное. Мы остаемся на положительной волне пока что в ее положительной празднике. Ты хотела чем? А праздники вчерашние? Нет, я хотел сказать о том, что штаб Дональда Трампа продолжает ставить один финансовый рекорд за другим. И если вы помните, то сразу после официального выдвижения его на второй срок, ему удалось собрать 25 миллионов долларов. Так вот теперь опубликовали цифры. За второй квартал этого года собрали 105 миллионов долларов. Для сравнения, Буш-младший за второй квартал 2003 года собрал где-то в районе 20 миллионов. Барак Обама где-то 47 миллионов. Ну вот хочу еще сказать немножко о наших левых друзьях в кавычках, что Пит Бути... Будиджич. Кстати, ты знаешь, у меня был клиент с такой же фамилией, точно с такой же фамилией. Я никак не мог понять, как его произносить. Да, так вот этот Бутиич, напомню, что он мэр города Саутбен в Индиане. Значит, он собрал 24 миллиона. И забавно то, что по опросам он превратился в абсолютного аутсайдера в гонке. У него не более чем 4-5 процентов поддержки. Ну и, конечно, в лидерах Байден, который собирает, как говорят, левые миллионы людей на свои грейли. На самом деле продается по 200 билетов. В лучшем случае. А вот интересная новость, действительно, подросток из Техаса, значит, он выстриг американский флаг на лужайке дома у своего погибшего друга на прошлой неделе на границе с Мексикой. Он выстриг флаг, он стриг в течение 4-х часов на этой невыносимой жаре. Выстригал на лужайке перед домом погибшего друга. Значит, этого парня звали Камерон Джеймс. И вот, чтобы отдать дань уважения другу, в понедельник Джеймс пришел на лужайку его дома с газонокосилкой. И решил ко дню независимости, что будет здорово подстричь лужайку для друга, погибшего на службе Родины. С одной стороны, немножко грустный, конечно, пост. С другой стороны, вот хорошо, когда есть такие друзья и могут почтить память тех людей, которые отдали свои жизни за нашу Родину. Но, к сожалению, есть люди, которые об этом совсем не думают и жгут американские флаги еще и 4 июля. А кто-то ходит в период своей предвыборной кампании, президентской гонки, переходит через границу в Мексику и там проводит свои кампании. Это Пета Арурк и Кори Фрикенбукер. По-моему, они вообще забыли президентом, какой страны они пытаются быть. Они на самом деле, все кандидаты представляют интересы. Вы посмотрите, ничего о работающих американцах, о тех, кто работает, зарабатывает, платит налоги, никто ни слова о них не говорит. Все сводится к тому, что президент Трамп плохой, и мы всем дадим все бесплатно. Всем, кто не зарабатывает, никто не работает, мы им дадим бесплатно. Мало того, что эти два штимпа ходили там, выступали, проводили кампанию в Мексике, предвыборную, так еще и Кори Букер перевел через границу нелегалов, которых депортировали из Соединенных Штатов Америки. То есть... Это называется Эти со мной. Эти со мной перевел их через границу, их депортировали, он их перевел через границу назад в Америку. То есть, я не понимаю, что эти люди делают. Рашид Лаип как бы сказала, что Декларация независимости это не наш документ, вообще как бы отказалась, ну, как будто бы разница-то. В общем, не признает она этот документ. Ну, ты видишь, хотя не скажи, вода не признает... Хотя она давала клятву, что она будет хранить, сохранять и так далее, поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. Значит, она наврала под присягой? Таким образом. Значит, ее пора сажать, наверное. В тюрьму? Ну, кто же тронет эту тварь? Она же палестинка. Разве можно тронуть палестинку? Конечно. Такая вонь поднимется. Ну, хорошо, вонь. А ты считаешь, что вот тут я как раз... Тут интересная вещь. Значит, если она говорит, что она не поддерживает Конституцию Соединенных Штатов, при этом давая клятву офису, говоря о том, что она обязуется поддерживать и сохранять Конституцию. Значит, она наврала под присягой. У меня вопрос к нашему генеральному прокурору. Есть ли такое понятие, как course of action? Причем, дело не в мусульманстве. Это мог быть этот крещен, это мог быть еврей, это мог быть Будда, кто буддист. Мы сейчас вернемся. Давай, примем звонок и вернемся к этой теме. Добрый день. Алло. Добрый день. Мы вас слушаем. Ну, вы уже... Да, 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 говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам такой короткий вопрос или длинный, я не знаю. Мне просто очень интересно узнать ваше мнение о вчерашнем параде. Вообще, нужны Америке эти парады или нужны? Я благодарна, если вас есть. Спасибо. Ну, вы все помните истерику накануне парадов. Все. Начиная с Криса Мэтью, заканчивая Кома. И Джо Рид, которая вообще сказала, что это вот эти танки, это не что иное, как попытка запугать нас, устрашить резистанс, сопротивление устрашить. Идиотизм полный. Это не был массовый парад. Ну, во-первых, что касается самолетов, вот эти голубые, как их называют? Блэйнджел. Блэйнджел, какое-то мероприятие проводится, большое спортивное мероприятие или какие-нибудь праздники, они всегда принимают участие. Ничего страшного в этом нет. Тогда надо Airshow запретить тоже получать. Конечно, но два танка поставили, пару бронетранспортеров. Причем не на асфальт. Нет, аккуратно сделали специально на тягачах, чтобы не повредить, чтобы с величайшей аккуратностью и осторожностью все это сделали. Это была попытка отдать дань должное нашим военным, людям, которые стоят на передовой, которые погибали. И, кстати, сказать, ведь не с помощью этой профессуры была свобода завоевана, а с оружием в руках была завоевана свобода и независимость этой страны. Понимаешь? У меня появилась, вот я когда смотрел этот парад, у меня появилась такая идея. А что если не допускать к баллотированию на любой пост конгрессмена, я имею в виду то ли сенатора, то ли представителя, до тех пор, пока этот человек не отслужил 4 года военных вооруженных сил. Хорошая молодость. Сейчас мы вернемся к этому приму еще один. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я не сначала слушал, но быть вы говорили, меня звать Борис. Здравствуйте. Что-то есть новое по расследованию против демократической партии. Ага, уже говорили. Ведь вы давно обещали, что что-то ведутся. Расследования ведутся, мы уже об этом говорили, к сожалению, ничего особо нового нет. Сегодня говорили, пока что возле не там, в том плане, что, как Толик сказал, что бар никого не торопит, и нужно немножко подождать, что-то должно случиться. Ну, расследование идет, во всяком случае. Расследование идет. Тихо, без шума, без сливой информации. Но расследование идет. Знаешь, почему я говорю про вооруженные силы? Потому что я не слышал ни одного военного в отставке, или активно военного, да, который сегодня служит, который отзывался бы плохо, А, об этой стране, Б, об этом флаге, С, об этой конституции. Ни одного. Все те, которые служили в вооруженных силах, они все за свободу, за флаг и за мир. Я думаю, что на сегодняшний день армия – это институт, который пользуется наибольшим доверием у американцев. Если мы посмотрим на средства массовой информации, к ним доверия нет никакого. Если мы посмотрим на Конгресс, он иногда скатывается в одиночную цифру доверия, там, 7%. Ну да, там вообще ничего. Да, то есть, единственная, полиция, к сожалению, зависит от местных политиков. Вот, скажем, в Чикаго, ты посмотри, это же действительно зона боевых действий. Каждый выходной несколько человек убиты, десятки ранены и так далее. Что делают политики? Мало того, что чикагские полицейские уже давным-давно перестали активно действовать, потому что, если они, не дай бог, применяют оружие, их не грозит в тюрьму, так теперь они ввели новое правило. Теперь не только если ты применил оружие, но если ты даже вынул оружие, ты должен будешь потом написать подробный отсчет, почему, с какой целью, при каких обстоятельствах. И как вы думаете, ну, неужели вот эта мера позволит укрепить право-порядок? Вот, ну, какой разумный человек? Ты, как владелец оружия и как человек, который имеет право на ношение, ты же знаешь, достал, стреляй. Даже, чтобы потом не было этих разговоров, почему достал. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот задают вопрос насчет расследования расследователей. Я думаю, что расследование, как правильно было сказано, ведется, но выйдет это что-то на поверхность, может быть, только в начале следующего года. Посмотрим. Они тянут эту, если так сказать, резину для того, чтобы перед выборами что-то выставить. Это в любом смысле. Спасибо большое. Так же, как было расследование Мюллера, я думаю, что это расследование будет носить, скорее всего, политический характер. А в тюрьмы там массово. Хотя, есть за что сажать и Клинтоншу, и Комик, потому что он лгал под присягой, и Клэпер врал под присягой Конгрессу. То есть, это уголовное преступление. Им место в тюрьме. Не думаю, что кого-то из них посадят, но какие-то политические последствия будет иметь. Ну, я не знаю, Дэвен Мюллер сказал, что обвинительные рефералы. Рефералы, ну, они сделали, да, представление обвинительное. И они еще будут следовать. Это позволило начать расследовать. Реферал – это одно, что обвинительные письма будут разосланы вот тем людям, которые участвовали вот в этой всей заварухе, типа Питер Страх, там, и так далее. Но я, честно, не думаю. Я думаю, что оно остановится где-то в районе этой, как ее вылетел с головы, генерального прокурора Ларита Линча. Вот где-то тоже на самом деле. Да, вот на ее уровне где-то это остановится. Я не думаю, оно дойдет до Обамы, не думаю, что это остановится, или его остановят. Да, не будет особых последствий, к сожалению. Хотя, если позволено людям вот таким образом устраивать выборы, устраивать свою политическую судьбу, это становится нормой жизни для демократов. Понимаете? Обама мог дать команду там АРС, которая атаковала консервативные группы. Вы помните? Да. То есть, вот те либералы, которые очень стонали по поводу Ходорковского, которого посадили по закону, который имел обратную силу, Ходорковского посадили за неуплату налогов, по закону, который был принят после того, как налоги, ну, в общем, они так возмущались, они так это. А здесь АРС используется в качестве такого гестапо местного против консервативных групп, их это устраивает. Спецслужбы, которые устраивают провокации против кандидатов в президенты, фабрикуют материалы. Мало того, Мюллер начал свой фрикен доклад в первом предложении со лжи, что якобы расследование, вот это контрразведывательное расследование началось с Пападопол... Пападополос? Пападополос. Пападополос с него, хотя расследование началось задолго до него. И, в общем, вот репорт, доклад этот Мюллера начинается в первом предложении с абсолютной лжи. Но, к сожалению, все мои либеральные друзья, и не друзья, и не другие, они же этого даже не знают, потому что ни одна тварь на CNN, на MSNBC, на New York... New York Times, кстати, писал какие-то репортажи, но они на это внимание обращают, где они... Вашингтон-Пост, они же об этом не рассказывают, не пишут, поэтому... Я сегодня слушал там где-то какой-то блог в Калифорнии, там четыре человека сидят, о чем-то разговаривают, и один, ну, русскоговорящий, и один... По-прежнему уверен, что Трамп стал президентом благодаря русским. Ну, когда слышишь вообще все комментарии... Наксон говорит об этом два раза в неделю на другой радиостанции. Когда слышишь комментарии по поводу любого действия президента, то складывается впечатление, что либо это пишется абсолютными, безграмотными людьми, либо они нас таковыми считают, потому что самая главная попытка СМИ, это выставить президента как человека, который вообще не ведает, что творит. Понимаешь, они... Они считают не нас дебилами, они считают свою аудиторию дебилами, и они, по-моему, такими и являются. Знаешь, они, по-моему, первый раз столкнулись с президентом, который действительно что-то делает для этой страны, и они просто даже не знают, как вот это все вот обыграть, описывать. Это, знаешь, ограниченность начала вливаться вот в неприятие, и вот, кстати, как я вспомнил тебе, говорю, что Кока Шанель, она говорила, если вы плохо обо мне думаете, то это ваша проблема, а не моя. Вот мы с тобой вспоминали эту цитату, вот я вспомнил сейчас, друг. Ну, и естественно, что ты не забываешь, что... Давайте, наверное, приедем еще один. Да, у нас звонок еще один, давайте. Добрый день. Алло. Да. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем. А куда я попал? Вы попали туда, куда надо? А куда вы хотели попасть? Да, я и был там, не отключили, это нехорошо вообще, да. А, ну у нас просто времени не хватает. Хорошо, я продолжу, просто я не досказал. Да. Значит, выступил, был на встрече с каким-то представителем прав человека, по-моему, от Организации Объединенных Наций. И этот прокурор, который был на юргерском процессе... Кстати, ему 99 лет или 100, так что он, может быть, не очень... Хотя, очень был умный парень в свое время. Вот. Ну, так что, может быть, на него не надо особенно обращать внимание. Там теперь вспомнил, это, Дима, насчет учить и не учить. Вот мой сын кончил кауч. Так, получил профессию электроники. Но его не устраивали деньги. Он пошел и стал учиться на лекторка. И работает электрик, уже много лет. Так что, это никогда не поздно, в принципе. Так что, учиться это хорошо, но если человек хочет зарабатывать, он должен взять то, что хорошо. Вот у меня сосед парень, молодой совсем, пошел учиться на сваршика. Но он пошел через каминный текалыч. Может быть, только этот вариант, я не знаю. Они как-то их там соединяют в школе, ну, кто хочет учиться с мастерскими или так, я не знаю. Но этот вариант существует, так что... Да, варианты существуют. Проблема в том, что не все эти варианты приберут. Спасибо вам большое. Друзья мои, времени просто не осталось. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Спасибо всем нашим друзьям в Германии, Израиле и других странах, которые внимательно смотрят, пишут замечательные комментарии, делятся с нами своими... И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Зарегистрируйтесь. Кликните кнопочку. Зарегистрируйтесь. Нам будет приятно. Спасибо. Заранее благодарны. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok